это снова мы вас приветствует аукцион артсел инфо со своей научно-позитивно-развлекательной передачей посвященной очередному обзору очередного аукциона номер 52 который пройдет с 16 по 22 декабря зима у нас все хорошо эта неделя исключительно позитивные новости дождались до время какой-то вот там чернуха и мрачняк и так далее а тут вдруг в куда ни кинь прям везде все хорошо ну по порядку там первое правительство велело остановиться цену приказала рога очень хорошо это же все теперь они сейчас у нас пугаются цены пойдут назад это же прекрасно орган приказать строго взять под личный контроль на карандаш отличный строгий контроль и все и маслица наша с вами подсолнечная как родненькая подешевеет процентов на 15-20 а если взять там на какой-нибудь контроль фсб я думаю что подешевеет процентов на 30 останется ли в магазинах вопрос от другой главное и работает это первая позитивная новость 2 наконец-то а даже вот так вот перед этим позитивной новости я вам напомню старый анекдот советский что такое лист электрификация советская власть помните да этот анекдот это электро к социализм и так коммунизм что такое коммунизм это электрификация плюс социализм отсюда а соответственно да да такое или социализм социализм что такое социализм это советская власть плюс электрификации всей страны отсюда по этой формуле сразу можно определить что такое советская власть это социализм минус электрификации а значит чему мы вспомнили с таким трудом этот анекдот уже понятно он дома как годов там дремучих каких-то, поэтому уж извините, что так сразу не припомнилось дословно. Но к тому, что нам с вами объявили, что победить коронавирус можно с помощью вакцины, которая исключает алкоголь во время ее действия. То есть, вы поняли, да? Под Новый год нам с вами... Это, кстати, к разговору, что какие-то враги, разведки западные и так далее, противодействуют продвижению нашей вакцины. Тут же, тут же, кто-то говорит, что ее нельзя совмещать с алкоголем под Новый год. Представляете? Что выберет население наше? Страна. Что выберешь? Вакцину или алкоголь? Сейчас будет интересная, хорошая проверка. Но в этом заложен громадный позитив, друзья мои. Вот по той самой формуле, как мы отсчитали, что такое советская власть, там и социализм. Здесь та же самая история. Если алкоголь мешает прививке, а прививка это вирус в малых дозах, правильно? То надо просто увеличить количество алкоголя, чтобы побороться с вирусом в больших дозах. То есть прямо с утра все праздники по 100-150 грамм. И просто позитив. Это вот сплошные позитивные новости. Все просто великолепно. Все великолепно. И завершил это все появление нового рисунка Бэнкса. На котором он изобразил старушечку, которая чихнула. От этого чиха у нее вылетело все. Из рук сумочка, зонтики и даже там на челюсть. И даже там какие-то дома покосились. Ну, казалось бы, а здесь в чем положительная новость? Вообще-то, это очень неполиткорректный рисунок. Тут можно придраться ко всему. Просто ко всему. А если бы это еще была какая-нибудь там не белая старушечка, а какого-нибудь там и так далее. Это вообще... Ну, Бэнкс на это не решился. Все-таки даже он на это не решился. Тем не менее, он уже издевается над коронавирусом. Мьется. А это когда происходит? Когда уже забрежил свет в конце туннеля. Поэтому в нашем случае он забрежил спасение в алкоголе. Прекрасно. Прекрасная новость. У них там свои какие-то препараты и так далее. Они в них свято верят. И дай бог им здоровья всем. Ну, все. Все хорошо. Бэнкс только вот этим забавным рисуночком только это подтвердил. Что над этим уже можно смеяться и издеваться. Все. Позитив пошел вверх. Поэтому, ну что, я вас на нас всех поздравляю. Да, курс доллара пошел вниз. На этом фоне. Друзья мои. А какая причина может быть еще? Кроме того, что алкоголь нас всегда от всего спасет. Курс доллара пошел в правильную сторону. И здесь, значит, это все помогает. А, еще помните те слова знаменитые? Жить и есть, пить и говорил князь Владимир. Представляете? Представляете? Все. На этом вступительное слово закончили. Позитив, как у нас закончен. Год таким же позитивом. И вот, в частности, прямо к ходу не зря стоят здесь вот эти картины, о которых дальше и пойдет речь. И, коли уж мы начинаем с обзора таких замечательных работ, сразу такое неожиданное вступление. Вот спросил бы меня кто-то, а иногда так спрашивают, а какие бы картины в свою коллекцию вот мы бы считали супер, прям вот идеальный был бы вариант. Каких художников и какие картины, с какими темами? Не задумываясь, сказали бы, Юла Саостер, Можжевельники. Не задумываясь. Лавинский, Носорог. Немухин, Супер, Слон. Рабин, Паспорт с селедкой. Ну, вот прям так и пошло, поехало, да? Это вот идеальный вариант, идеальная коллекция. И картины, которые прям бы вот... Ух! Ух! И одна из них прямо перед нами. Юла Саостер. Можжевельники. Можжевельники. У него еще есть тема, тоже одна из заглавных, это яйцо в разнообразных комбинациях. Тоже замечательная тема, замечательная картина. Но она ни выше, ни хуже, ни лучше, чем вот темы с можжевельниками. Многие сейчас скажут, а где вы здесь видите можжевельники? О чем речь? Это какая-то инопланетная жизнь, да? Какие-то инопланетные предметы. Ну да, и об этом мы сейчас с вами поговорим. Но это, во-первых, просто фантастически красиво. Фантастически. И тут вы со мной не поспорите, что это так и есть. Вот картина, которая фантастически красива. Представляете, какая красота? И вот такие сейчас шедевры попадают на внутренние аукции. Не на все, к нам точно. Это приятно и позитивно. И мы имеем возможность вам про них рассказать, показать, а кому-то и даем возможность приобрести. Ну, совсем прям. Один позитив сплошной. Смотрите, у нас прям вообще не передача, а подзарядка. Подзарядка, да? Позитивная подзарядка. Итак, можжевельник. Одна из двух главных и самых ценных тем в творчестве шестидесятника Юла Саостера. Художник рассказывал, что однажды ему приснилась миссия успеть нарисовать 40 тысяч можжевельников. Понимаете? Можжевельники и вообще откуда эта тема взялась? То есть на его родине в Эстонии, на его острове росли как раз можжевельники. Но это не прямое, да, воспоминание, вернее, как это сказать-то, ностальгия, да? Это творческое переосмысление. И поэтому всегда у Саостера вот эти можжевельники, они в виде вот каких-то инопланетных кораблей. Это всегда вот это фантастически внеземная там какая-то жизнь и цивилизация. И тем не менее это можжевельники. Что еще надо обязательно сказать? Из биографии Юла, ну вот это обязательно. В Москву на улицу Красина Юла Саостер перебрался в 1956 году после 7 лет в каргандинских лагерях, где отбывал срок по антисоветской статье. Выпускник Тартутского художественного института обвинялся в планировании захвата самолета, чтобы сбежать за рубеж. У нас такие вот эти фразы были за рубеж. А что у вас там за рубежом? Помните, как в фильме грибы есть, у нас за рубежом грибов нет. Вот он хотел уехать за рубеж вообще, в принципе. Не в Америку, не в Европу, не в Швецию, не еще куда-нибудь, а за рубеж хотел уехать. И для этого угнать самолет в 1956 году. Интересно, какой? Какой-нибудь вышел. Да, 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 пардон, правильно мне подсказывают. Еще раньше он хотел его угнать, какой-то самолет. Это уже точно какой-то истребитель, да? На чем можно было еще улететь? Как у нас раньше говорили, если ездим за границу, да, представляете, исключительно на танк? Ну вот здесь то же самое, хотел улететь на каком-нибудь истребителе, наверное. Не смог, да? Тем не менее, семь-то лет он своих за это отсидел. В Москве стал душой круга единомышленников известного ныне как группа Сретенского бульвара. И какая компания была в этой группе? Юрий Соболев-Нолев, Кабаков, Владимир Инкелевский, Виктор Пивоваров, Ну это же, что не имя, то история и веха в нашем с вами искусстве. Зарабатывал иллюстраторством в издательстве знания, а работал основном в стол. Вот такими вот работами, представляете? Его самой известной выставкой стал Манеж 1962 года, где главный искусствовед в кавычках Хрущев устроил демонстративный разнос абстракционистам. Говорят, что генсек генсек это генеральный секретарь коммунистической партии для тех, кто подзабыл, я напомню. Итак, говорят, что генсек пугал Саустера местами не столь отдаленными, но смутился, узнав, что Саустер в лагере уже побывал. Да? Понимаете, какая история, какая глубина, какая ирония, я бы сказал. И все это вот прямо вот в этой вот картинке. Великолепный. К сожалению, Юла Саустер умер молодым, 46 лет. 46 лет. Что это такое? 46 лет. Сейчас. Смешно говорить. В 70-м году и остался легендой неофициального искусства входит число самых дорогих шестидесятников. Это вот да. Да. Картина Саустро с можжевельниками большая редкость на рынке. А уж такого класса и подавно. Ну, что здесь еще надо обязательно сказать и показать. Она сложная. Здесь края вот этих вот можжевельников или инопланетных сущностей вдавлены. Тут она еще и фактурная при всем бритон. Поэтому здесь смотреть, наслаждаться, наблюдать, изучать это просто одно удовольствие. Ярко точка вашей коллекции. ярчайшая я бы сказал. Звездная. Поэтому невероятно редкая возможность приобрести просто шедевральную вещь. Просто шедевральную. По хорошей цене. Я не хочу сказать, что очень хорошей. Что прям даром отдают. К сожалению, даром такие вещи не отдают. Но это поэтому и редкость. Хорошая цена для такой редкой вещи. Поэтому уникальная редкая возможность воспользоваться в это позитивное время и получит себе позитив на весь оставшийся период существования своей коллекции уж точно. Расстаться с такой картиной будет невозможно. Инвесторы, ну и вам сам Бог велел обратить на это внимание. просто невозможно пройти мимо. И я вас уверяю, вот после этого приобретения вы из инвесторов мгновенно перейдете в коллекционеры. Мгновенно. Поэтому здесь подумайте, готовы ли вы к такому преображению. Давайте, всем удачи. Супер вещь. Продолжаем рубрику шедевры. И перед нами пример концептуального искусства. Вот сразу скажут «Вау! Да вы что? Концептуальное искусство, это же ужас, ужас! Это же не пойми что!» Сразу скажут «Это что-то такое! О! О! Вот ровно все, что я сейчас перечислил. Это не пойми что, и это что-то такое! О! Сартин называется «Окна!» И перед нами Ирина Нахова. Окна 1987 год. Холст, масло, дерево 120 на 120. Размерчик соответствующий. Шедевральный. Итак, что же мы видим? Понятно, что картина не для всех. Искусство концептуальное, оно для этого и концептуальное. Это как концепт среди автомобилей, которые выставляются на выставке. Это что-то такое футуристическое, фантастическое, удивительное. То ли будет, то ли не будет, неважно. Но удивить оно присутствующих или посетителей должно. Вот это все заложено вот прямо здесь, вот в этом предмете концептуального искусства. Удивит точно. Да, кого-то скажет, а что здесь вообще? Что это такое? Какая-то оконная рама, что ли? Покрашенная, да? Что это такое? Да, это оконная рама. Итак, по порядку. Ирина Нахова, амазонка московского концептуализма, участница единственного московского сотбис 1988 года. Мы не устаем на этот этап нашего арт-бизнеса, искусства и так далее. Обращать внимание, вот он, этот уникальный каталог 1908 года, Москва, Москва, июль 1988 года. И вот она, картина, у нее тогда была здесь картина стена, Ирина Нахова. 2,5-3,5 тысячи фунтов тогда была оценена ее картина. Чуть больше нашей. Красота? У нас, кстати говоря, господа инвесторы, я бы вам посоветовал бы, конечно, крепко обратить внимание, потому что в данном случае цена очень правильная для инвестирования. Но вещь сильный стандарт. Многие из вас, например, будут смотреть как на странного человека, который предлагает непонятно что. Некоторые из вас скажут, я сам так могу, у меня есть на даче какой-то такой старая оконная рама. Можете, да не можете, попробуйте. Очень сложная на самом деле композиция. Кстати, раз уж заговорили о Содбисе, то рекорд, во-первых, Ирина Нахова художница, которая одна из самых дорогих женщин-художниц с аукционным рекордом 78 тысяч долларов. Понимаете? В нашем случае, конечно, до таких цифр даже не о чем говорить. Цена совершенно другая и очень правильно. Поэтому я обращаю в том числе внимание инвесторов на это. Но для инвесторов это вещь концептуальная. Это вещь концептуальная. Два слова об Ирине. На ее пути в концептуализм было немало судьбоносных совпадений. Мама Наховой работала в Дидгизе, в отчине неофициальных художников, зарабатывающих книжные графики. Подростком Нахова часто бывала в гостях в мастерской концептуалиста Виктора Пивоварова. Вот где. Представляете? Вот где начало в нее проникать идеи концептуализма. А ее репетиторами для поступления в полиграфический институт были еще пока незнаменитые изобретатели социарта Комара Меламид. Представляете? Представляете? Нас бы из вас репетиторами были такие люди. Чтобы вышло из нас, да? Тоже такой же концептуальный художник, безусловно. Пройдет несколько лет, и Ирина Нахова начнет превращать свою квартиру в регуляторную тотальную инсталляцию. С полной перекраской и превращением собственного жилища в комплексный арт-объект. 1987-й, которым датирована наша работа, это ценнейший период в творчестве Ирина Наховой. Это тот год была сделана уже пятая по счету тотальная инсталляция комнаты. Впервые не в квартире, а в выставочном пространстве. Скоро будет тот самый Сотбис, и скоро будут те самые аукционные рекорды. Окна, пример окна, это вот эти окна, не какие-то абстрактные. Окна это пример изобретенной Наховой двухслойной живописи. Сложная составная работа двухуровневая, в которой передняя живописная конструкция вынесена над базовой основной. Словами описать непросто. Лучше смотрите видео. Смотрите видео, и будет все понятно. Поэтому шикарная концептуальная вещь, шикарная. Я уверен, есть ценители этого искусства. Не уверен, нас знаю просто. Уверен, что они обратят внимание, приобретут. Вы учтите, вещь, не зря она стоит у нас не на мольберте, а вот на более устойчивом основании. Вещь такая основательная, концептуальная. Так что, опять же, редчайшая. Я припомню, на каких аукционах ближайших появлялась подобного уровня работа Ирины Наховой. Редчайшая. Так что, и редкости мы продолжаем с вами изучать, понимать, в том числе и в денежном выражении. И, конечно, тот случай, когда мимо пройти нельзя. Так что, шикарное, шикарное концептуальное произведение для наших с вами коллекций. Давайте. продолжаем. Рубрику. Ну, одновременно у нас как бы шедевр продолжается, да? И концептуализм. И куда уж концептуальнее перед нами Эрик Булатов. Самый из самых концептуальных художников. Эрик Булатов один из самых известных и дорогих русских художников в мире. Русских художников в мире. А не вообще. одна из ключевых фигур московского концептуализма. Его картина «Слава КПСС» в 2008 году была продана более чем за 2 миллиона долларов. Да, это был 2008 год. Сейчас не знаю, что там. Состоялась бы эта продажа или нет. Но и картин таких нет. Сейчас в продаже на аукционах. Эрик Булатов принадлежал к условной группе Сретенского бульвара, о которой мы только что говорили. На жизнь зарабатывал книжный график, о чем мы тоже говорили многие из таких художников андеграунда до того времени. А сам тем временем развивал свой новаторский формат текстовой картины, сочетающий текст и графическую символику. Вот в этом простеньком на первый взгляд рисунке мы с вами вот ровно это и видим. Тот самый сочетание текста какого-то графического смысла, главное, что смысла. Перед нами оригинальная графика с довольно конкретным символическим посланием, написанным Америком Булатовым в уже далеком 90-м году. В 90-м году, друзья мои, вот эта штучка концептуальная появилась на свет, а актуальность ее и поныне, если не только возросла, только возросла, то вот внимательно надо рассматривать еще такие вещи надо внимательно рассматривать и вникать в смысл. И как только до тебя он доходит, остается только развести руками. Потрясающее предвидение художников, творческих людей, концептуальных художников, не побоюсь этого слова. Итак, что мы видим? Знак стоянка запрещена. А? По-моему, сейчас у нас на улицах в основном ровно эти знаки. Стоянка запрещена. Или за деньги. Да? За все надо платить. Висящий по... Так, знак стоянка запрещена, висящий посреди серой мглы. Пробит стрелками, движение прямо, то есть одновременно, да? Движение прямо. А вдалеке встает солнце светлого будущего. Смысл? Какой смысл? Вот какой смысл? С одной стороны, знак стоянка запрещена, с другой стороны, движение прямо, куда-то там уходящее в свет в конце туннеля. Но мы лично трактуем следующим образом. Дерзайте, прорывайтесь, и все будет хорошо. Вечная актуальная тема про цену счастья за горизонтом. Все время так, да? У нас вечная переправа, и что вот мы когда-нибудь начнем жить вот там где-то за горизонтом. Не сейчас, вот прямо сейчас время уходит, и надо жить, да? момента моря. Помню о смерти. А все время у нас где-то там, далеко. Ну хорошо, вот в 90-х, мы скажем, да, в 90-х вот счастье видели там где-то далеко, в наших уже сейчас двухтысячных. Это не дождались некоторые. Некоторые это дождались. Ликарное концептуальное произведение за правильные для этого уровня художника деньги твою коллекцию Булатова, еще раз подчеркиваю, это просто вот поискать. Так что давайте. Удачи нам всем и будет нам счастье не где-то там за горизонтом, а прямо здесь и сейчас. Прямо здесь и сейчас. И мы возвращаемся в рубрику шедевры. Куда нам деваться? Куда нам деваться с такими работами? Можно про все остальные рубрики забыть. Шедевры до шедевра. Перед нами Юкин. Юкин Владимир Яковлевич. Осенняя пора. 1974 год. Размер 51 на 69. Красота. Вот прямо сейчас во время съемок к нам пришли посетители в офис. Пришлось сделать перерыв и просто не могли оторваться. Что одно, что второе, что третье. музей, да и только одно удовольствие. И общаться с такими людьми очень приятно. И показывать приятно, продавать приятно. Вообще супер. Такая у нас работа среди шедевров. И мы эти шедевры даем возможность приобрести вам. Вот в чем прелесть. Вот в чем прелесть. Себе бы, да? Ну что делать? Итак, то мы уже говорили, переговорили про Владимирскую школу и тем не менее не наговорились. Тройка известнейших и основных фамилий из этой Владимирской школы так называемой. Бритов, Кокурин, Юкин. Вот Юкин перед нами. Очень редкая история. Если Бритов появляется на открытых торгах еще иногда, Кокурин появляется почаще, вот Юкина то не очень. Я бы даже так вот на скидку у меня сейчас скажи, а когда вот ты видел на аукционах работу подобного класса? Труднюсь. Ну так я могу сказать и про все предыдущие, про которые мы только что с вами говорили. А Саустера с можжевельниками, что часто видим на аукционах что такого плана? Редкость и шедевр. Поэтому редкости шедевра. Сейчас вот буду читать замечательный текст, в том числе подготовленный и Надеждой Севастьяновой, которой есть экспертиза к этой работе обязательно. Надежде огромный привет. Мы очень ценим, что есть такой человек, который стоит на страже подделок и к которому можно оперативно обратиться. Компетентный человек. Большой привет. Это редкая удача, которая сопутствует вот этому направлению. Мы предлагаем инвесторам вам в том числе законченное решение. Подобральную вещь по хорошим деньгам, да еще и железно это какая-то там странная подделка, железная провинанс, железная надежность подтвержденной экспертизы замечательного эксперта. Но вернемся к картине и к художнику. Юкин человек очень непростой судьбы. Был призван в армию из Ивановского художественного училища, попал в плен в первые месяцы войны. Четыре года провел немецких лагерях. После освобождения прошел проверку особистов и снова был отправлен на фронт и довоевал. Освобождал Прагу, участвовал в боях под Бреславу, награжден медалями. Представляете? Ну, казалось бы, человек с такой биографией уже должен быть святее Папы Римского и отношение к нему советской власти должно было быть соответствующее. Не тут-то было. Не тут-то было. Юкин поступил на живописный факультет Львовского института, так как плен в биографии не давал ему возможности учиться в московских и ленинградских художественных образовательных учреждениях. Да, факультет Львовского института прикладного декоративного искусства. В 1959 году переехал во Владимир, а уже через 4 года имя Юкина и его друзей наделало шумо в Москве. Именно в 1964 состоялось выставка работ художников Владимира Мстера Гусь Хрустального, после которой в СССР заговорили о феномене Владимирской школы. Вот это верно. Феномен Владимирской школы. Это вот живопись, стиль абсолютно сразу узнаваемый. Вот с этими вот странно яркими красками, которые по идее должны бы были резать глаз, а ничего подобного. Воспринимаются идеально. Идеально. Тем не менее, вот как раз мы упоминаем, эксперт Надежды Севастьянова вспоминает. После выставки 1964 года на страницах журнала «Художник» вышла разгромная статья искусствоведы Татьяны Нортштейн. Называлась она «Во власти штампа», которая она обвиняла владимирских художников в усредненности и стандартности в отходе от многообразия мира в трафаретном изображении природы. Сегодня прочитают пожмут плечами. А во времена СССР пресса была рычагом, свободным запросто сломать человеку карьеру, судьбу. Вот эти вот все фразы, такие прям как молотком припечатанные. Усредненность, трафаретное изображение природы, это все про Владимирскую школу. Кошмар, да? Слушайте, а какие у людей глаза-то были в тот момент? Как это можно сделать? Кустовед, как это можно написать, глядя на эти замечательные картины? Какая тут усредненность? Абсолютное стопроцентное разнообразие, уж по сравнению с усредненной советской так называемой общей живописью. Но что делать? Почитаем дальше. В 1960-м 40-летний Юкин возглавил изо-студию при местном тракторном заводе, а в 62-м году открылась отечественная выставка студийцев. Несчастью, рядом проходило областное партийное совещание, и выставка попалась на глаза высокопоставленным участникам. Что было дальше, рассказал сам Юкин. Выставку сразу же закрыли. Выставка сразу же была запрещена. Наш зал опечатан. Представляете? Картины были сняты со стен, сложены в кучу. Долго они так лежали, пока из министерства культуры РСФСР не приехал специалист, специально вызванный эксперт для оценки профессионального и идейного уровня картин. Почти все произведения, представленные на выставке, были признаны формалистическими. Формализм тот самый, да? Понимаете? Сейчас все звучит, как какой-то дурной анекдот, а тогда это все и это все выражалось в конкретных действиях, а именно меня пишет Юкин, сразу же уволили с работы, студию закрыли. Вот так вот. Господа любители Советского Союза, особенно художники, почему-то среди художников частенько встречается вот эта ностальгия. Мол, где тогда были государственные заказы, и мы все великолепно себя чувствовали в этот период, работая там на то, на сё. Вот они на что работали. Попалась на глаза формализм, уволен с работы, и что дальше делать в то-то время? Тем не менее, тем не менее, время расставляет всё на свои места. Мы сейчас не вспомним ни тех партийцев, которые возмутились выставкой, ни тех экспертов, которые признавали всё это штампами, да, и формалистами и так далее. А вот это вот творчество осталось. И ценится, и коллекционерами, и нами, случайными людьми, которые приходят к боу, ба. Это вот такое впечатление. Настоящее, сильное, настоящего искусства, непохожего, нету ничего, никакого штампа, никакого формализма. Ни на что не похож. Своё собственное явление в искусстве. Поразительно. И на наших торгах. Вот это замечательная картина. Замечательная возможность пополнить картину, свою коллекцию практически шедевром. Супер. Давайте. Кто-то воспользуется этим удачным моментом. И куда нам деваться? Ещё одна редкая возможности. Редкая возможность. Редкая возможность приобрести замечательную картину замечательного художника. Перед нами Харитонов Александр. Путник в лесу. 1976 год. Формат понятный, но они у него все такого формата. Что здесь? Давайте, давайте, давайте по порядку. В одном из эссе художника довольно метко назвали проповедником добра. Он один из немногих шестидесятников, кто последовательно занимался религиозной темой. Работал с православной образностью. Это сейчас уже как бы удивительно слышать, да? А что здесь такого? Ну, при советской власти, напомним мы, идеология, которой было стопроцентный атеизм. Заниматься религиозными картинами, содержанием в них, это была большая смелость. Большая смелость. И понятно, что многие как раз, кто интересуется творчеством художника, присматривают себе картины, где это присутствует. Потому что это и есть характерная и важная особенность. Не просто вот такой пуантилизм, да? Природа такая красивая. А вот именно скрапленными церквушками, скрапленными святыми. Вот в этой работе это все есть. Поэтому для тех, кто вот, вот оно по очень хорошей цене. Многие считают, что у Харитонова пуантилизм идет не от поля синьяка, а от традиции вышивания ткани с жемчугом. Вот еще важно. Потому что ну как бы такой вот техникой кажется, да? Не он первый. А были художники, которые этим занимались и первооткрыватель которого Поль Синьяк. На самом деле истоки вот такой техники живописи не отсюда. Это вышивка бисером. Тончайшие, прям вот филигранные такие, которые создают вот эту вот какую-то странную прозрачность пейзажем, краском, какой-то, я бы сказал, уходящей объем непонятно куда. Поэтому интереснейшее произведение интереснейшего художника. У меня лично было пересечение, кстати говоря, моей судьбе, когда еще я даже понятия не имел о том, что когда-нибудь буду заниматься вот в этой сфере бизнеса, в арт-бизнесе, заниматься и буду продавать, помогать вам покупать картины этого художника. У меня есть вот такая вот книжечка. «Александр Харитонов» с дарственной надписью его супруги. Вот лично мне, лично мне книжка издана в 93-м году. Маленькая, на русском и английском языке. Потрясающая вещь. Странным образом свела судьба. Вот я уже сейчас врать не буду, не помню, где-то вот в те годы, 92-й, 93-й, может быть, 94-й, я с ней познакомился, она преподавала у нас на курсах английский. Безуспешно для меня. Я прогуливал, как всегда, ничего не делал, домашние задания не делал, но тем не менее с ней у нас сложились очень хорошие товарищеские, дружеские отношения. Почему-то. Хотя она была тогда постарше меня, и такая вот, прям вот, муха на ее занятиях будет лететь, и услышь. Сидели, вникали, небольшого такого росточка, но очень такая, прям вот, метко можно было бы сказать, когда в советской власти хотели сказать про какое-то дворянство, говорили из бывших, вот прям вот тот случай, из бывших. Ровная спина всегда такая четкая. И вот она меня привела к себе домой, по случаю, там по одному я помог ей, я попал в квартиру с пятиметровыми потолками, вот с такой вот живописью. Ахнул. И она мне сказала, никого не привожу, пытаюсь сделать из квартиры музей, никого сюда не приглашаю, не привожу, вот, по товарищескому такому отношению можно разрешаю посмотреть, что висит на стенах. И тогда я понятия первый раз вообще не знал, никто такой Харитонов, никто такие шестидесятники, а впечатление произвело неизгладимое. Открыв рот, просто сидел там на диване и смотрел по сторонам. Красота. Сейчас вот, какие знаки были судьбы? Замечательно. А может быть, тогда и подействовало, вот в эту сторону качнул заниматься. Это, конечно, памятная вещь. Памятная очень книжечка и памятная для меня художник. Замечательная работа за очень правильные деньги. Нима не пройти ни инвесторам, ни уж тем более коллекционерам. Здесь и говорить нечего. Обратят внимание, первые и воспользуются. Удачи. И заканчиваем свой обзор не менее значительной работой. Просто супер. Перед нами Николай Вечтомов. Ну, к чему мы привыкли? Ну, давайте, картина, сближение. 1981 год, холст на картоне, масло 41 на 47. Что удивительно? Сразу. Ну, качество, качество, безусловно. то, что у него есть немножко пожёстче, есть помягче. Вот здесь это, конечно, идеально всё сделано. Идеально. Небесной красоты. И цвет. Чаще всего, и во многом, мы с вами знаем Вечтомова по его палитре. Это красно-чёрно- такие вот цвета, жёлтые, да, белые. А здесь коричневый, золотой. Коричневый, золотой. Зато вообще крайняя редкость, когда даже не встречал, не видел. Сравнить можно только, вот уже за это ближайшее время у нас проходила тоже неожиданного цвета работа Вечтомова, синего. Это прям Куинджи-Куинджи. И улетела со страшной силой. Мы считали её вот прям вот шедевр. Всё. Идеальная, самая красивая, которую мы только видели. Вечтомов, синего цвета. Вот сейчас эта коричневая, поспорит, поспорит во многом. Невероятно красивая. Что хотим сказать про художника? Повторим важные слова про него. То же самое, фронтовик. И во многом вот эти красные, чёрные цвета, как иногда думают и говорят, взяты как раз вот с этих взрывов во время войны. вот эти вспышки и прочее. Возможно. Потому что а может быть и нет. Вот эти инопланетные, вообще мы уже об этом говорили, вот эти вот странные инопланетные внеземные какие-то фигуры цивилизации, как мог сделать человек там в 30-е, 70-е фронтовик, немолодой человек уже. И вот такие картины. Причём во время советского, периода, когда про это вообще было странно думать и говорить, откуда это могло взяться. Там побольше тахановцев, доярок, заводов, строек. И вдруг поперёк всего этого вот такая живопись. Кого, опять же, не какого-то молодого парня. Хиппи, как тогда говорили, да? Какой-то необычно одетый молодой человек это сразу хиппи, вообще не понимая, что это такое, что это заявление. Хиппи, это совсем не хиппи. Это взрослый, состоявшийся, прошедший войну человек вот с такими вот инопланетными пейзажами. Потрясающе. Да ещё и красивыми. Да ещё и в таком цветовом редком исполнении. Друзья мои, аукцион, это не аукцион, а что-то такое шедевральное, пахально-музейное. Каждую работу взять обязательно. Иметь обязательно. Несмотря ни на какие цены. А цены при этом хорошие. Замечательные художники с замечательной цены, с замечательной картиной. На нашем замечательном аукционе ArtSale.info ArtSale.info подписывайтесь, ставьте лайки. Мы в прошлый раз смеялись, не ставьте лайки, не ставьте лайки, да как хотите. Хотите ставьте, хотите не ставьте, не важно. Важно, что каждую неделю на нашем аукционе великолепные картины и гораздо больше, чем то, что мы вам показываем. Есть еще за кадром, посмотрите по ссылочке, 21 работа, останетесь довольны. И не удержитесь, и приобретете, и скажете нам потом огромное спасибо. Давайте удачи. Продолжение следует...